Степаныч, а почему этот мухомор вредный, ненужный, а красивый такой? Это мы только со своей кочки зрения можем так судить, вредный, ненужный, а в природе ничего лишнего не бывает, все к месту, да и мухомор, если хочешь сдать лосиная аптека, лоси их за милую душу уплетают. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok От Ивана Баракина. Знаете такого? Знал, знал. Я-то смотрю, машина на вроде его будет. А съем что, стряслось? Да, глаз веткой повредил. Лечится. А вам он привет передавал. И просил в одном деле посодействовать. Да что стоим? Пойдем в избу. Разговор с медовухой. Баба моя идет. Не даст поговорить чередовым. Ивана, ухажерка, значит, приезжает, а ты ее встречаешь. Белак! Как же это он козлу капусту доверил, а? Ну ничего, ничего, не робей, не робей. Дело молодое. Хватай пока, живоохваталка. Я бывала без осечки. Да я так на мошек славить. Иван, знал. Ну ничего, нынче поговорим. Ночуем, а поутру пойдем и мотор поглядим. Захлебывают больно. Так ехать надо сегодня, завтра будет поздно. Ах да, завтра же двенадцатый. Как я запамятовал. Ну может, подскажете, у кого не захлебывают? Я подскажу, конечно, подскажу. Мотор знамодела у каждого есть. Да вернее всего, уметь и богома забыть. У того целых два он к реке приставлен. В воду зачем-то смирить. А что ее мерить-то? Беги себе, да беги. Да и то сказать, какой ему тут еще дело найдешь. Охотник он никакой, не то что его отец, царство ему небесное. Первый белкач был. Да за прошлую зиму в одну ночь Бог прибрал всех под корень. Угорели. Ведь это в городе был. Приехало в избе пять гробов. Дед с бабкой, мать с отцом, да братишка Мишу Айкинка. А так. А как его найти? Кого, Митю-то? Да просто, от воды крайняя изба. Вы богомаз будете, Митя. Митя буду я. Только сосновое. А богомаз на прозвище. Деда еще крестил. Здравствуйте, Сергей. Знакомьтесь. Любушка. Я Акимка. Здравствуйте, Люба. Очень приятно, Сергей. Проходите, пожалуйста. Да я, собственно, на минуту. Проходи, проходи. Ну, догадываюсь, что ничьи прикатили распевать в такую непогодь. Да, Акимка? Но грязь не беда, и снег не беда, а плог гость без следа. Так что нас сначала гости угощают, а уж потом слушают. ПАПАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА В свое выполнение боевого задания и проявленную инициативу ефрейтор Крутов награждается краткосрочным отпуском домой. Серега, ты! Командир! Ой, здоровый власть! Язве тебя в душу! Орел! Совсем воль на побывку? В отпуск. Ага, 10 суток. Так точно. Я тут тоже 10 суток загорал. Я тобой горжусь, Серега! Да ладно. К тебе пересчитается, командир. А я не пью. А тебя никто и не неволен. Ты уважение сделай в магазин. Я так с удовольствием. Чего? Проехали. Ну ладно, тогда давай закурим. А я и не курю. Как? Совсем? Совсем! Я тоже брошу. Завтра. Чтобы найти кого-то. Чтобы найти кого-то. Весь мир могу я обойти. Чтобы найти кого-то. Сережка. Сережка! Парни, Федор Крутов в короткий отпуск на родину прибыл! Ха-ха-ха! Ой, напугал-то как! Не плачь, девчонка! Оля, познакомься, это Сережа. Одноклассник мой. А это Оля. Вместе в строительном учимся. В гости ко мне приехала. Оля. Сергей. Ну, не ошибся, ничего. Десантнику не больно, десантнику приятно. Сережка! Пойду по плаванию. А я тоже хочу, пошли с нами. Так точно. Вперед! Серега! Сумасшедший! Вот он и в школе такой же был. Он однажды, представляешь, в новогоднюю ночь искупался, воспаление легких схватил. А еще было смешно в восьмом классе. Наспорт целое ведро воды выпил. Представляешь, не отрываясь, ведро воды. Ай, 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 пусть я. Ну, вот за этого... Попробуй, легально. Оп! 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 Ай, 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 ай! Шумит 20-й век Вдвоем, рука в руке, Сидят Татьяна и Евгений, А Пушкин бронзовый на них смотрел И улыбался юными глазами. Пусть света идут за веками, Лишь одна любовь. Шагает вечно рядом с нами. Улыбка, нежный взгляд, Все как сто лет назад. Идет история по кругу. Сидят влюбленные под золотой луной, И объясняются друг другу. А Пушкин бронзовый на них смотрел, И улыбался юными глазами. Пусть света идут за веками, Лишь одна любовь. Шагает вечно рядом с нами. Шагает вечно. Шагает вечно. Шагает вечно. Шагает вечно. Шагает вечно. Ночные фонари И ветер шепчет нам знакомые слова Я вас люблю, к чему лукавить? А Пушкин бронзовый на них смотрел И улыбался юными глазами Пусть света идут за веками Лишь одна, лишь одна любовь Шагает вечно рядом с нами Мама попала, еще попадет Сережа, можно музыку? Только для вас, Оля Я люблю вас Сережа, у вас вчера магнитофон сломался Я его сегодня починил Граждане Я кипю, шипю и пюзырюсь Я купаться хочу Кто со мной? С удовольствием Я скоро в часть вернусь, родную Мой путь ни короток, ни длин Но знай ты тайну Вот такую Ведь я уеду не один И каждый миг суровой службы Ты в сердце будешь у меня И чувствуя это, больше дружбы И ярче всякого огня С тобой десантник взмоет в небо С тобой покинет самолет С тобой опустится на землю С тобой в атаку он пойдет Как будто небо стало выше И звезды стало видно днем Прислушайся И ты услышишь Как в сердце ты стучишь Майон Ой, товарищи Я слилась с природой Это какое-то колдовство Я одновременно и плыла И летела Небо падало в реку Река в небо Оль Ты меня слышишь Или ты совсем разомлела? Меня знали, что ты А теперь танцуем танец наших предков Рок-н-ролл Да! Сережа Пойдем к реке А я мцырина изуть знаю Всю поэму Лермонтова? Был у нас один рейд В такую глушь Подняли по тревоге Я на бегу У дневального книжку схватил Оказалось в цире Так ведь Ни шахмат, ни шашек Вот и выучил Хорошо, что это оказался Лермонтов А? Я говорю, хорошо, что Лермонтов оказался А то попалась бы какая-нибудь другая книга Или вообще бульварный роман Да, верно Почитай, цири Что, прямо сейчас? Ну, хоть немножко Я и до конца смогу Давай до конца Немного лет тому назад Там, где сливаяся Шумят Обнявшись, будто две сестры Сестры Арагвы и Куры Мы в монастырь Старик, я слышал много раз Что ты меня от смерти спас Зачем угрюм и одинок Грозой оторванный листок С добром утром Доброе утро, Сереж Ну что, вперед? Не утопни ее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Сережа, этот остров обитаем? Нет! Значит, он наш! Я тебе его дарю! Это наша планета! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 А вам-то? Субтитры Алексею Дубровскому! Хлопотала! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексея! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Серёж, ты? Здравствуй. Здравствуй. Вернулся? Вернулся. Совсем? Совсем. Я очень рада. А ты Ольгу, Олю ищешь? Где она? Она, кажется, с друзьями на дачу собиралась. Ты адрес знаешь? Знают недалеко. Поедешь со мной? Я прямо сейчас туда двину. Я воздержусь. Чемодан оставлю у тебя? Оставь, конечно. Момент, момент, момент. Мартиза, мартиза. Ой, не могу. А ну дают. О, а вот и третий. О, а вот и третий. О, а вот. Снова с неба. Здравствуй. Здравствуй. Знакомьтесь, это Серёжа. Валентин. Сергей. Ну, дай ручку, дядя-то. Гарин. Сергей. Андрюша. Сергей. Старик, ты в самый раз угодил. Валерий Аркадьевич. Сергей. О, зачем же такси? А Серёжа знает на известном цире. Давайте его попросим. Да. Оригинально. Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Скажи, за что? Попросим, Серёжу попросим. Попросим. Ну, что вы, что вы. За 103 дня и 103 ночи можно не только поэму забыть. У меня теперь даже с таблицей множения плоховато. Не могу никак сообразить, что получится, если умножить 2 на 2 или 3 на 3. Ага. Внимание, внимание. Прошу всех сесть. Садись, Серёжа, садись. Уважаемая публика, сегодня последний раз в сезоне проездом из Баден-Бадена в Гомель-Гомель наш милый Валечка явит нам феноменальный эксцентрический... Стой, ну пощади, Андрюша, сил нет. Ну, Валя, ну пожалуйста, мы все вас попросим. Пожалуйста, Валя, ну станцуйте. Садись, Серёжа, садись. Прелест. Браво, браво, Валя. Молодец. Как кто-то где-то, когда-то кому-то сказал, бойся трезвого. Штраф, штраф, штраф. Долить гостю. Да не вы эту. Спасибо, я не пью. Да мы тоже не пьем, мы отдыхаем. Давай, давай. Я по-другому отдыхаю. А Серёжа может ведро воды выпить. Да. Ведро воды. Что, целое ведро? Оригинально. А сколько стоит это удовольствие? Я ваш гарант. А дым из ушей показать? Дым из ушей. А из чьей? Из твоей, что ли? Почему из моих, Дрюля? Попрошу сигарету. Сигареты? Пожалуйста. Дым из ушей. Последний раз в сезоне. Тоже проездом. Слабонервных просим удалиться. Три, пять, семнадцать. Ой, кошмар. Кавалеры приглашают дам. Фейерверк. Ну, теперь никто не скажет, что мы не нюхали пороху. Угощайся. Угощайся. Брат приехал. Да, вот смотри. Ну и шуточки. Пойдем. И папа. Ну что? Что ты себе надумал? Я тебе сейчас все объясню. Оленька, у нас есть что-нибудь от сердца? Там Галя что-то. О, господи, ну что там еще? Так, вы, значит, и есть тот самый Сережа. Десантник. Хорошо, что не ракетчик. Понимаете, Сережа, я знаю Олю так давно, больше семи лет. Я дружу с ее родителями. Я учу ее музыке. Я знаю, что вы познакомились с ней этим летом. У вас что-то с ней было. Но это не важно. Дело совсем в другом. Валерий Аркадьевич, уезжаем. Сережа, пойдем, поможешь. Телбазит, Телбазит, Сережа. Телбазит, Телбазит! Телбазит! Телбазит, Валерий Аркадьевич. Телбазит, Телбазит. Побрыцаг, ругайте, не прогоняйте. Садись! Ну, что случилось-то? Так, буду узловой лет... Зазноба? Не моя товарища, он в тайге далеко, а ей очень надо сказать кое-что. Ничего, ничего, если надо, скажешь. А чё это вид у тебя, Пеньковый? Что, вахтил, что ли, всю ночь? Да, ну, вроде того. Ну, в общем, так, тебе отбой и постой минут на оба глаза. Мама, встречай гостей. Иду, иду. Почему так рано? Ещё и время не кончилось. Мамочка, познакомься, это Серёжа. Я тебе про него рассказывала. Бориса Анатольевна. Сергей. Очень приятно. А, Валерий Аркадьевич нас довёз до дома, велел тебе кланяться и отбыл. А Серёжа сегодня ночует у нас. Как у нас? А потому что к нему автобус идёт только завтра утром. Ну, папа в командировке. Так прекрасно. Нас будет сегодня охранять настоящий гвардейц. Можешь спать абсолютно спокойно. Ну вот, Серёжу положим в моей комнате. Я лягу в большой на диван. А почему стоим? Гости тапочки нужны. Нет, мамочка, ну что ты. Это только Валере Аркадьевичу в пару. А мы Серёже дадим патиной шляпанцы. Он у нас всё-таки настоящий мужчина. На, переобувайся и марш в ванную. Ой, мамочка, принеси, пожалуйста, свежее полотенце. Пойдём. Оля, может, я пойду? В ванну обязательно. Мам, я папе купила халат ко дню рождения. Как ты думаешь? Серёжа подойдёт? Папин халат? Папе другой купим. Спасибо. С лёгким паром, Серёжа. Проходи. Садись, ешь. Мамочка, по твоим генеральским взглядам, Серёжа ни к чему не притронется. Мамочка, тебе не здоровиться? Да-да. Что-то голова развалялась. Ты прости, что я тебя вот так без подготовки. Не хотелось одной начинать. Маме будет очень трудно смириться с потерей своего любимчика. Мамочка, сколько с ним связан. Мне иногда казалось, что они обо мне забывают. За своими разговорами. И во всём-то они согласны друг с другом. Всё это им интересно знать о знакомых, о знаменитостях. Под его влиянием она такой театралкой стала. Ни одной примера не пропускает. Только слышно, Валерка, Че, Валерка, Че, Валерка, Че, Валерка, Че, Валерка. А ты подумал. Спи. Моя подушка хорошо знает тебя. За 103 ночи мы с ним много снов пересмотрели. Ушлия. Хвили. Так тебя вышли. Так, я передавать. Это не purple теме. Это не пон pivot. Валерка. Так. Валерка. Субтитры сделал DimaTorzok Что случилось, мама? Как что случилось? Она меня еще спрашивает. Что ты там делаешь? Среди ночи в таком виде, бесстыдница. Что вообще тут происходит? А вам, молодой человек, как не стыдно? Вырвайтесь в чужой дом. Чему вас в армии учили? Мама. Что, мама? Что, мама? Вот сама будешь мамой. Да еще с такой дочкой тогда хлебнешь. Когда теперь Валерию Аркадьевичу в глаза посмотришь. Что ты ему скажешь? Я ему уже все сказала. Что? Ты ему сказала. Что ты ему сказала? Все. Я ему сейчас же позвоню. Звони, конечно, но сначала посмотри, который час. Да. Вадим Аркадьевичу вы. Не можете уснуть. Да какой сон. Тут у нас бог знает что творится. Да, 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 да. Они здесь оба. Что? Как вы сказали? Взрывы. Какие взрывы? Зарвал дачу? О, господи, да что же это такое? Ну, это, знаете, это уже... Бог знает, что такое. Подожди. Нет, я его так не оставлю. Я буду бороться. Мамочка, если ты сейчас же не прекратишь эту истерику, мы с Сережей уйдем. Олюшка, опомнись. Мамочка, ну с кем ты собираешься бороться? За что? Мы же любим друг друга. Так держать, Алеша, и мы догоним день вчерашний. А? А тебе военная форма больше к лицу. Да? Угу. Тогда надо было на сверхсрочной остаться. Нет, уж лучше ходи так. А я на работу устроился. Кем? Посадником. Ты же у меня строитель, я теперь тоже буду строителем. Нашел такую контору, фасад строй. Она за лицом города следит. Прекрасно. Практику пройдешь, легче будет строительной поступить. Ты же будешь строить? Или, может, тебе больше нравится взрывать? М? Что ты молтишь? Говори, не молчи. Говори. Я хочу быть строителем. Я хочу быть строителем. М-м-м. Молодец. А теперь говори. Я люблю Олю. Я люблю Олю. И еще разочек. Я люблю Олю. Еще раз. Я люблю Олю. Отлично. А теперь говори. Я хочу поцеловать Олю. Говори, говори. М-м-м. Я хочу поцеловать Олю. Правда, могла бы работать в цирке. Я хочу поцеловать Олю. Дрессировщицы. Я хочу поцеловать Олю. Давно бы же поцеловала. Только Занечка пусти. Я хочу поцеловать Олю. Хозяин. Дед. А, дед? Принимай работу. Кухня как новая. Спасибо, ребятушки. Спасибо. А теперь в чистом и помирать веселей. А. Серега, держи. Твоя доля. А что, мало? Да нет, зачем? Так шефа отвали, двадцатник надо. Деньги не на возбери. Дают, бери. Конечно, это мизер. Сам понимаешь. Какой с деда навар? Было бы летом, мы бы с ним не связывались. Да не о том я. Серёжа. Тут небольшая ошибочка произошла. Да что вы. А мне соседи сказали, что пятьдесят рублей это по-божески. Крутов, иди сюда. Начальство надо знать лицо. Знакомьтесь, Александр Демьянович. Здравствуйте. Сергей, если не ошибаюсь. Сергей. Ну, как работаете? Нормально. Так, так, значит, это вы. Ольга меня проинформировала о последних событиях. Мать, конечно, тоже не молчала. Её понять можно. Столько лет жить мечтой. А Валерия Аркадыча и тут друг. Ну, ладно. В общем, вы ещё перцу добавили своим сюрпризом. Хватит прятаться. Приходите. Без всяких яких. Спасибо. Труд породил человека. Аксиома. Труд изначально самый примитивный и жизненно необходимый. И как человеческий зародыш проходит стадию общего развития жизни, так и рождаясь общественно, каждый из нас, кем бы он ни стремился быть, обязан обрести как можно больше навыков того изначального труда, который наши передние конечности в руки преобразил. Труд охотника, старателя, землекопа. Труд строителя, уже не говоря о труде грузчика. К тому же самое древнее занятие, это вот переноска тяжести. И все силачи, богатыри, легендарные, сущие, со спокойной совестью могли бы быть отнесены к профсоюзу грузчиков. Столько тяжести они перенесли. Потом у каждой профессии есть свой пьедестал, своя вершина, свой фундамент, так сказать, и своя крыша. И я не верю инженеру-конструктору, который бы не знал, что такое труд рабочих рук. Я не верю врачу, который не мог бы заменить санитара, и, наверное, уж совсем немыслим генерал, который бы не знал всех тягостей солдатской службы. Ну, а как же учителя? Ну, учителя это вопрос особый. Подумайте, мы ведь рождаемся учениками. Мы задаем вопросы, нам на них отвечают, потом наступает время, когда мы сами отвечаем на свои вопросы. А вот когда в тебе появляется потребность отвечать на чужие вопросы, вот тут рождается учитель. Да, каждому молодому человеку нужно иметь перед глазами хороший пример. Юноше, обдумывающему житье... Да, пример это, пожалуй. Но только быть похожим на кого-то, это, по-моему, ерунда. Проживи свою собственную жизнь, будь самим собой, и принесешь гораздо больше пользы. Вот второй Эйнштейн не нужен. Эйнштейн сделал и открыл все, что мог сделать, и открыть. А вот продолжение, вот так сказать, вторую ступень интеллекта, мир ждет. Предлагаю ничью. Ну что ж, ничья, пожалуй, слоны разнопольные. А вы, Сережа, согласны на ничью? Нет пока. Да, вы сражаетесь, как гусар. Как десантник он сражается. На конкурс выезжаете? Да. Поиграете с Олей? Только для вас. Олюшка, сыграешь что-нибудь с Валерием Аркадьевичем? Не хочется, Мол. Да, пожалуйста. Оля, сыграй, сыграй, пожалуйста. Ну, по-моему, теперь, как говорится, дело техники. Шах. Еще шах. И мат. Оля, сыграй, сыграй. Сережа, пойдем гулять. О, Валерий Аркадьевич. Давай мы усы подрисуем. Зачем? Он сам с усам. На конкурс уезжает. Говорит, не вернусь с лауреатом. Шляпу свою съем. А тебя куда несет? Тоже хочу быть сам с усам. А то как-то не в своей тарелке. А тебе хотелось быть в летающей. А что, в летающей тарелке? Десантигу в самый раз, и тебе там места хватит. Шми, Алеша. Дуй, как на первое свидание. Я буду тебя ждать. Понимаешь, у вас дома я себя чувствую, как на даче. Мне бы хотелось, как на острове. Я буду тебя ждать. Я буду тебя ждать. Вот и узловая. Но станция нас не примет. Преждевременно. Придется тебе полкилометра на своих двоих финишировать. По шпалам. И имей в виду, что через час мы обратно поедем, подхватим. Хорошо. Вот он. Точный, когда не просят. Погоди! Вы, Лена! Да. Гражданку садись. Степанович далеко, понимаете? Он ничего не знает. Понимаете? Он сам никак не смог. Я понимаю, понимаю. Что с ним? Все нормально, хорошо. Любит он вас. Очень любит. Получится. Трудно ему без вас. Напишите ему что-нибудь. Сойдите немедля. Не беспокойтесь, мамаша. Я десант. А мне хоть что-то. Сойди, говорят. Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успел? Успел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, хорошо-то как. Чужая вроде радость, а душе праздник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Харитон Семенович! Эй! С добрым утром! С добрым-добрым, коль не шутишь. Ну че, полный порядок? Да на вроде того. А, так и ладно. Ты знаешь, на меня не серчай. У меня правда барахлить малость, мотор-то. Да я вижу. Но это одно дело. А другое я б тебя сам бы сплавил. Ты меня бабы мои не пускать. Такой агрессор под боком. Спасу нет. Все-то и глупости мерещатся, все одни подозрения. Така конфронтация, что сплошной реванш у ее в голове. Ебу. Леший тебе. Говорил мне отец, жену убирай старше себя годами. Старше она больше матери родной тебя любить будет. Если ты будешь и пьян, нос в табаке, а? А если грешишь, так простить все на свете, ебу. Не послушал, вот на тебя. Берется. Ведь мне намного и моложе. Всего-то на два года. Половина. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Пойдём. К тебе тут, Серёжа, приехали. Я больше не могла ждать. Лов, кушать будем, а? Я стал любить, ходить в ваш дом. Я стал любить, смотреть в окно. Когда дождливая пора Глядит на вас и на меня. Какая осень плачет вас, Печаль не портит ваших глаз. Но эту долгую печаль Я как-то сразу прочитал. Я верю в сказки и судьбу. Я верю в вашу доброту. У вас тепло, и вы теплы. Пусть дарят вам всегда цветы. Слова, закутавшись в стихи, Всегда вздыхают о любви И напрощая от меня Вам эти странные слова. КОНЕЦ